здравствуйте в этом видео я расскажу про три подкормки для замиокулькаса именно из таблеточек какие таблетки можно смешивать какие будут полезны какая дозировка как правильно применять в этом видео очень большое количество комментариев пишут почему я подкармливаю таблеточками в зимнее время мол потому что нельзя абсолютно кормить растения зимой они должны отдыхать но и хочу рассказать один секрет что замиокулькас к новому году как всегда выдает большое количество листьев это его особенность независимо от сорта даже черный замиокулькас который у меня растет именно прям туго очень и не выдает листики может стоять прям по несколько месяцев он тоже начал выдавать новые листочки а также замиокулькас зензи который считается тугодум тоже выдает новые листья именно зимой он выдает листья а также простой замиокулькас которого все видели у меня на канале не один раз он просто не перестает у меня расти его практически вообще перестала подкармливать и так давайте сразу к подкормкам сегодня три подкормки именно из таблеточек какую воду любит замиокулькас я уже провела множество экспериментов и только остойную воду он принимает на отлично не из-под крана хлорированную не дистиллированную никакую и так первая подкормка из очень хорошей кислотой именно для замиокулькаса это лимонтар лимонтар вы меня уже увидели на канале возможно вы даже не знаете что такие таблеточки существуют но для себя их открыла уже давным-давно потому что лимонтар содержит уже янтарную кислоту и плюс лимонную кислоту янтарная кислота это регулятор роста для растений и стрессовый адаптоген а также янтарная кислота прекрасно повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию стрессу если вдруг вы открываете форточки это огромный стресс для растения а также смена микроклимата если вдруг стоит у вас возле батареи на подоконнике то там будет естественно жарко очень хорошо ускоряет рост корневой системы и клубни а также увеличивает его в размере лимонтар применяю абсолютно для всех растений особенно для тех которые любят подкисленную почву но для замиокулькаса делаем намного меньше дозировку потому что он не любит кислую почву закисленную сильно все должно быть в пределах разумно поэтому для него берем всего одну таблетку лимонтара на 1 литр воды все тщательно перемешиваем она не сразу растворяется нужно немного подождать янтарная кислота и лимонная кислота вместе это реально чудо средство которое способно оживить даже вялые растения которые чахнут и перестали расти помимо кислот нужно обязательно добавлять и другие элементы просто кислота это мало поэтому я добавляю аспаркан это источник калия и магния аспаркан прекрасно помогает растению быстро и активно расти если было например минеральное голодание нехватка некоторых элементов особенно калия и магния которые способны помогать растению быстро активно расти и усваивать другие элементы без них усвоение будет намного хуже для более взрослого замиокулька соберем две таблетки аспаркан а не разводим в литре воды если у вас замиокулька с молодой то есть у него мало листьев плохая корневая система но даже пусть если маленькая корневая небольшие клубни то берем одну таблеточку аспаркан а также можно аспаркан прикапывать про это вы уже тоже знаете меня есть большое количество видео на канале берем одну таблеточку и прикапываем возле корневой системы следующее средство мумио это гуминовые кислоты без них мы практически никуда мумио можно как поливать так и опрыскивать по листу тут дозировку тоже зависит от вашего растения я беру всегда мумио одну таблеточку максимум 2 2 беру на самый большой замиокулькас который вы видели у меня ранее в видео для таких замиокулькасов которые растут у меня в 4 и там 6 литрах то можно брать одну таблеточку поэтому смотрим только на свои цветы и сами уже определяем дозировки а я вам просто подсказываю как нужно их правильно применять мумио стоит на 60 80 процентов из гуминовых веществ такие как гуминовые кислоты и фульвы кислоты а также содержит минералы их процесс составляют среднем 15-20 наряду именно с микроэлементами включая даже селен мумио это как раз получается биологическая добавка которую можно применять не только людям но и растениям то есть это натуральный продукт также мумио содержит калий железо магний фосфор кальций органические вещества представлены в виде здесь витаминов белков аминокислот а также есть эфирные масла что позволяет нашим растениям не болеть в неблагоприятных условиях сейчас считаю что зима и растение у нас стоят все на окошках многие открывают форточки подмораживают корневую систему и просто начинает болеть замиокулькас и возможно даже отмирает корневая клубень поэтому если есть возможность переставляйте в другое место когда вы проветриваете ваши квартиры как поливать данным настоем данным эликсиром поливаем понемногу вот смотрите меня горшок 6 литров и я поливаю по чуть-чуть ложечкой ничего никуда не торопимся не льем не бухаем как это многие делают в общем поливаем понемногу далее ставим под фитолампу и чтобы у нас дальше наслаждалась солнышком наш замиокулькас потому что зимнее время ему тоже нужно солнце фитоламп у меня 35 ватт для замиокулькасы курс примерно 3-4 раза 1 раз 7-10 дней второе средство и первая таблеточка это фолиевая кислота но есть тут некий нюанс фолиевая кислота бывает разное в аптеке смотрите это фолиевая кислота она у меня 1 миллиграмм а это фолиевая кислота 500 микрограмм это совершенно разные дозировки для разных там можно так сказать растений если например для маленького то берем маленькую таблеточку если для большого взрослого замиокулькаса то берите 1 миллиграмм будет просто идеально у меня замиокулькасы растут уже больших горшках у них там большое количество корневой системы и кловни поэтому я буду применять 1 миллиграмм на 1 литр воды зачем нужна фолиевая кислота растения если вы хоть раз обращали внимание на какой-либо состав в любом удобрении комплексно там минеральном неважно посмотрите почитайте и что там есть тоже витамины группы b и так вот фолиевая кислота она очень хорошо помогает растениям расти быстрее и быть здоровее влияет на сам рост и далее будем добавлять еще витамины минеральный комплекс эти витамины уже просрочены для людей их нельзя поэтому я применяю уже примерно около года эти витамины для растений содержит витамины а е д к c b прям практически все витамины группы b есть pp есть и фолиевая кислота но там прям минимально поэтому мы добавили фолиевую кислоту есть витамин даже b12 цинк железо кальций магний медь марганец хром и многое другое даже есть йод растворяется не сразу именно такие таблетки в оболочке нужно сначала немножко замочить и далее между двумя ложками если у вас нет таких витаминов то берите любой биогумус тоже очень хорошо помогает но там конечно содержат и азот и фосфор и кали в большом количестве нежели как например эти витаминки некоторых элементов в них нет но они в зимнее время это сильно и не нужны для растениям поэтому мы их поддерживаем иммунитет именно таким простым легким способом подкормка есть растение здоровое и это очень хорошо в этом эликсире мне не хватает небольшой процент хотя бы стимулятора стимулятор всегда нужен замеокулькас обожает и по листу стимуляторы и поливом поэтому я буду использовать очень известный стимулятор но тоже из аптеки это алоэ алоэ можно применять как настоящий так и в ампулах у меня вот есть алоэ экстракт жидкий он один миллилитр именно вот этот один миллилитр хватает на один литр воды такой стимулятор замеокулькас любит это уже проверено годами поливала и настоящим малой просто перестала его резать и купила обычные ампулки ампулки очень хорошо помогают берем одну ампулу нужно разломать ее и просто вылить в банку тоже очень легко не нужно резать настоящий алоэ помогает для повышения иммунитета у растения стимулирует рост и клубни и корневой системы и даже листовой массы прекрасно подходит для всех растений не только для замеокулькаса повышает иммунитет и повышает стрессоустойчивость к болезням и к различным грибкам утопление золой еще применяли наши бабушки они брали просто листочек выдавливали из него сок примерно пол чайной ложки на 1 литр воды и поливали все цветы под корень все росло как на дрожжах было все здорово даже герань тот же старый замеокулька старого образца простой то есть все росло великолепно и поливаем точно также понемногу вот смотрите я плеваю у меня кстати многие спрашивают что это за камушки сверху лежат это пеностекло который я использую для того чтобы влага задерживалась видите я поливаю понемногу и не хочу заливать свое растение а вот эти камушки они как раз задерживают влагу и нужно намного реже поливать особенно в летний период в зимний период с этими камнями будьте конечно осторожны если у вас повышенная влажность то наоборот будет гнить корневая система и клубень поэтому зимнее время убирайте если у вас такая повышенная влажность третье средство будет по листу с янтарной кислотой но тут тоже есть некие нюансы янтарная кислота есть разная у меня смотрите янтарная кислота на 400 миллиграмм я вам сейчас показывают простые таблеточки из аптеки вот смотрите дозировка 400 миллиграмм в одной таблетке в среднем дозировка абсолютно для всех растений берется 0 2 грамма на 1 литр воды и вот еще одна янтарная кислота тоже из аптеки стоит дешево но на 100 миллиграмм то есть если у нас 400 мы берем половинку если у нас янтарная кислота на 100 миллиграмм берем две таблеточки на 1 литр воды на это обращайте внимание от этого и будет у вас активный рост либо неактивный рост есть еще янтарин про янтарин ну практически в каждом видео спрашивают как применять янтарин в жидком виде этот янтарин применяется полтора миллилитра на 1 литр воды жидкий янтарин это та же самая янтарная кислота для активного роста для чахнущих растений для восстановления растений поэтому применяйте все правильно есть еще в порошке янтарная кислота но она специально для растений покупал ее уже очень давно по моему года два назад и хватает ее надолго порошочек применяется 0 2 грамма это там прям на кончике ножа даже на кончике кончики ножа то есть очень мало нужно порошочка янтарную кислоту замякулькас очень любит у него увеличивается и корневая и клубень и он листовой массы прям прекрасно принимает лучше всего опрыскивать по листу янтарной кислотой не пугайтесь после янтарной всегда будет некий такой белый осадок на листьях это ничего страшного не нужно сразу паниковать и бежать все стирать все постепенно впитается и будь замиокулькас только вас радовать и так я вам покажу как я буду применять на 400 миллиграмм у меня замиокулькас большой поэтому я увеличиваю дозировку и буду применять одну таблетку на 400 миллиграмм для замиокулькаса большого и если у вас маленький применяем две таблеточки по 100 миллиграмм либо одну таблеточку на 200 миллиграмм такое то тоже есть янтарная кислота либо применяем на 400 но половина то нас получается все правильно 0 2 грамма на 1 литр воды янтарную кислоту советую применять в любой стадии вегетации вашего замиокулькаса даже когда у вас просто маленький листочек стоит на размножении опрыскивайте по листу и намного быстрее пойдет клубе не корневая система опрыскивать маленькие листики можно примерно один раз 5-7 дней большой замиокулькас можно применять один раз тоже там в то 3-4 дня если вдруг у вас заболел если он у вас хорошего вида то применяйте один раз в 5-7 дней дозировки немножко разные для разных растений поэтому учитывайте это обязательно посмотрите я свой замиокулькас смачиваю практически полностью листики все смочены после этого повторюсь образуется небольшой осадок в виде такого белого налета и так в этом видео было три подкормки из таблеток аптечных не применяли ни одно комплексное удобрение ни одно дорогущее удобрение все как вы любите многие кстати наоборот не любят такие подкормки но посмотрите на результат сейчас зима и в основном подкармливаю простыми дешевыми бесплатными подкормками все что есть дома можно применять для растений но делайте это правильно дозировано не заливайте ваш замиокулькас потому что в зимнее время полив конечно нужен намного реже из-за того что дома повышается влажность и естественно на подоконниках холодно рекомендую убирать ваш замиокулькас на стеллажи если нет то убирать хотя бы в угол ну какую маленькую фитолампу ему будет достаточно мои сейчас стоят все-таки на окне форточку в этой комнате я открываю только тогда когда убираю замиокулькас окна потому что можно потерять и не выдаст ни одного нового листа ну на сегодня это все всем спасибо и до новых встреч